Всем привет! Начинаем предрождественский влог со всеми приятными хлопотами и даже препятствиями в нашем случае. Слушайте, я также хотела сказать, что я читаю все комментарии, которые вы оставляете под моими видео, и я обещаю вам, что я сниму отдельное видео, где мы подробно поговорим о школах, что и как сейчас мы просто собираем информацию. Вообще это самое мудрое решение, как мне кажется, чтобы четко понимать, что вот это гособразование, что оно может дать, и также, если это частная школа, чтобы как-то отдавать себе отчет, за что там люди платят, и если ты соглашаешься на это, то что в итоге получит твой ребенок. Но это отдельная тема, давайте не будем все сразу смешивать сегодня о том, чем мы занимаемся перед Рождеством, и даже, возможно, этот влог перетечет в само празднование, посмотрим, сколько я наснимаю. В общем, оставайтесь со мной, надеюсь, что вам будет интересно. Вот что превратилась моя жизнь буквально за два дня. У Захара острый бронхит, как оказалось, который развился за несколько дней, вирус такой, а сегодня мы в Нашика вечером 38,3, Захар делает ингаляцию. Я заварила себе куркумалаты, я показала в Инстаграме, опять много вопросов. Я пью вот этот микс, он уже готовый, но если вы поищите в интернете, я уверена, что вы найдете в каких пропорциях, что можно смешать тут имбирь и куркума, причем написано, что нельзя пить во время лактации беременным. Не знаю почему, возможно, это как-то, не знаю, типа бодрит или, ну, без понятия, просто предупреждаю вас. И вот иду пить, и потом буду укладывать малых спать. Кстати, стаканчики мы тоже вчера купили, их было три в наборе, и они продавались у нас в Лидле. Такая ситуация, мальчики очень быстро уснули, и я решила нанести маску. Тома-ка нет дома, он сейчас возвращается с Варшавы, хотя должен был там ночевать. Ну, просто у нас вчера была настолько веселая ночь, что я не знаю, чего ожидать. И несмотря на все это Мамаду, я все-таки сегодня буду еще раз пересматривать список гостей, ни о чем ли я не забыла, хватит ли нам всем места, потому что впервые за несколько лет нас будет действительно много. Вот, и также на следующий день, то есть само Рождество, я буду готовить праздничный обед. К нам приезжает брат Тома-ка с его дочкой, то есть это двоюродная сестра мальчиков, они очень-очень дружны, особенно она как-то с Захаром, прям вообще они там обнимаются и так друг за дружкой, она очень сильно успокаивает Захара, он при ней такой вот ласковый, очень заботливый, более спокойный. Вот, все-таки девочки и мальчики, это, наверное, две большие разницы. Но тут уже, конечно же, многое зависит от темперамента самого ребенка. И Тома попросил меня, чтобы я заранее составила список покупок и продуктов именно, и что он все это купит, чтобы у нас потом, знаете, более спокойная атмосфера была. Моя мама прилетает, получается, в воскресенье вечером. И вот, знаете, малышня болеет, можно было бы сказать там, что все отменяем, все плохо, но нет, во-первых, у нас есть время, во-вторых, я сейчас более-менее свободна, так что я могу спокойно заняться детьми, домашними делами, и вообще приезжают мама с тетей, они однозначно мне помогут. Завтра еду к парикмахеру. Мама Томака останется с мальчиками, у меня очень сильно отросли волосы. Вот, и я за месяц записалась к парикмахеру, не хочется откладывать это дело, потому что в следующий раз я попаду, наверное, на свой день рождения, то есть в конце января у меня сейчас такая длина, и не туда, и не сюда. И также посмотрите, как сильно у меня и выгорают волосы, вот какая разница. И также последний раз весной, по-моему, я немножко осветляла некоторые пряди, но вообще у меня волосы в целом сильно выгорают там за несколько лет, то есть это вот одно лето, второе лето, и так потихоньку, или в отпуске где-то мы там. Так что я хотела бы повторить все по технике Sunlight, то есть как будто я выгорела на солнце, и чтобы у лица были светлые пряди, потому что это как-то освежает, мне вообще нравится, когда у меня более светлые волосы. И еще что-то хотела вам сказать. Я купила всему семейству, и Томаку, и детям, и родственникам подарки, но только не те косметические, которые я показывала, что-то еще. И они стоят все запакованные, я все-все-все покупала онлайн, все бы приходило. Я думала, что мы вместе с вами распакуем, и я поделюсь с вами какими-то идеями. Но так как я сейчас с детьми 24 часа в сутки, то это нереально, как вы понимаете. Наверное, я это как-то засниму вечером, но уже будет темно. Ладно, просто в блоге покажу вам. Возможно, вас это тоже вдохновит на что-то. Так, пора смывать мою масочку. Сейчас вот приму душ, немножко освежусь, взбодрюсь. Не знаю, что меня ждет. Тут вот, видите, морально приготовилась. Нурофенсты, на всякий случай достану еще парацетамол. И пойду составлять список нужных продуктов, потому что Рождество никто не отменял. Кстати, масочка у меня вот эта, очень сильно ее люблю. Рассказывала вам о ней подробно в уходе на осенью-зиму. И подтверждаю еще раз все свои слова, она просто обалденная. Не поверите, сама пересматриваю свои старые влоги, потому что в упор не помню, как я готовила красный постный борщ. Вот это был грибной суп. У нас будет два первых блюда. И вот посмотрела, несколько секунд и память сразу обновилась. Долго я сидела, все продумывала, и наконец-то мой список готов. Вот это все продукты, которые мне нужно купить. Еще нужно проверить, есть ли у меня все приправы. Вот, а потом в последний момент оказывается, что чего-то не хватает. Так, здесь у меня приправы в баночках, это очень-очень удобно. А вот здесь находятся те, которые я использую реже или... Ну, не знаю, почему так. Как-то я еще не обзавелась только баночками. Ванильный сахар, еще из свежих мне нужно докупить тимьян и розмарин. Остальное вроде как есть. Очень рождественское настроение и плюс 12 градусов за окном. Потихоньку начинаю скупать продукты. И такое впечатление, что наступает конец света. Все грибут, все так, как будто все закончится и больше не достанется. У нас испортилась рамочка, в которой стояла наша семейная фотография. Я зашла в магазин. Здесь продается бытовая химия, косметика, всякое разное. Здесь стоит специальный аппарат, где можно сразу же распечатать фотографии. И фотография сию минуту печатается. Прикольно, правда? Я обожаю эту фотографию, как кадр из фирмы. Кстати, мы не позировали. Она была сделана случайно на свадьбе моего брата в этом году. Вот теперь у нас такое небольшое пополнение в этом уголке. И во всей этой суматохе я еще и успела обновить маникюр. Не сама себе делала, потому что хотелось выйти, поболтать, как-то развеяться. Это все работа мастера Алины. И, кстати, на ногтях у меня сегодня гирлак еще от одного польского бренда Neonail. Очень красивый нют. Узнаю у Алины, что за оттенок. И напишу вам в инфобоксе или по экрану. И вот была у Алины. Заехала тоже еще раз на оптовый рынок. Вот этот цветочный. И купила гирлянду. Вот этот домик обрадуется. Он еще елку не успел купить. А я уже гирлянду привезла. Просто я побоялась, что завтра их не будет. А завтра, ну, наверное, предпоследний день, когда можно приобрести именно гирлянду. И мы ее повесим вот сюда. А это все подарки, которые я купила нашим родственникам от нашей семьи. Я точно уверена, что я никому не испорчу сюрприз, кроме моей мамы, которая смотрит абсолютно все мои ролики. Поэтому, мамочка любимая, пожалуйста, потерпи. Выключи это видео и пересмотришь его уже после праздников. Пожалуйста, я тебя очень прошу. Что я подарю мужу? Я видела, что у него заканчивается аромат Эймон от Муглер. У него были разные версии, кроме этой. Я купила ее онлайн и сейчас вижу, что это тестер. Ничего страшного, так как у нас, ну, такие символические подарки. Пожалуй, только для мамы, моего мужа. Для моей мамы мы купили что-то более такое серьезное. Потому что у моей мамы был день рождения. И также сразу после Рождества день рождения у свекрови. Поэтому мы такие более серьезные подарки подготовили. И еще мужу купила его вот эту любимую пенку от Estee Lauder. Именно для жирной комбинированной кожи. Он пользуется этой и Benton. И также в прошлом году я дарила ему зубную щетку. Только она не электрическая, вылетела из головы. Ультразвуковая от Philips. Из вот этой линейки. И я видела, что у него нет сменных насадок. Я подумала, что будет такой, знаете, практичный подарок. Все самое нужное и любимое. А это подарок для свекрови. Ого, какая упаковка. Это Versace. Я еще раз скажу, что мы абсолютно не суеверны. Это часы. Вот. Такие более нарядные. У нее есть Daniel Wellington. Она носит их на каждый день. А вот эти, как она сказала, парадно-выходные. Я намотала себе на ус. Я уверена, что она оценит этот подарок. Для прабабушки моих детей. Получается, для бабушки моего мужа я купила символический подарок. Возможно, она не приедет. И если так получится, то мы потом купим какой-то торт. Или я что-то испеку. И мы поедем проведать ее. Но если она вдруг согласится прийти, то ей для нее обязательно будет подарок под елкой. Это просто диффузор с ароматом двумя симпатичными свечами. У меня также есть очень вкусный чай. Я вот соберу ей вот такой наборчик. А для моей мамы это не то, что она думает. Я еще раз прошу убрать маму от экрана. Это сумка. Сумка от бренда Rebecca Minkov. Она у меня также есть, только в другом цвете. Я знаю, что мама очень хотела бордовую. И зачастую то, что я ей выбираю, ей нравится. И мне очень хотелось бы, чтобы она носила эту сумку с удовольствием. И она очень красивая. Такая лакированная кожа. Она очень прочная. У меня даже есть серая замшевая. И сколько ей лет? Года три или четыре. И она до сих пор в очень хорошем состоянии. Где-то здесь, наверное, ручка. Да. Здесь внутри все запрятано. Очень насыщенный, красивенный оттенок. Очень хочется верить в то, что эта сумка подойдет маме по размеру. Потому что она больше носит с собой, чем я. Но, как видите, она такая не узкая. А для брата Томака я купила жесткий диск. И в наборе он шел с чехлом. А вот этого симпатягу я купила для маленькой крестницы Томака. В магазинах в Польше это абсолютный хит. Собачка и поет, и произносит отдельные слова. У нас он тоже был, и мальчикам он очень нравился. А вот этот набор я купила для двоюродной сестрички мальчиков. Ее мама подсказала мне, что ей сейчас очень интересно все для ногтей. Она любит наряжаться. Она сказала, что такого у них еще нет. Это машинка, которая делает узоры на ногтях. И если бы я была девочкой, я была бы в полнейшем восторге. А подарки, которые мы приготовили для мальчиков, большие. Они стоят в запакованных коробках. Я боюсь, что если я сейчас это все распечатаю, то они случайно или специально могут их отыскать дома. Так что, когда уже буду все запаковывать в подарочную бумагу, вот тогда и рассмотрим. Мальчики уже настолько большие, что даже без меня вешают гирлянду. Но с папой. Делаем вставки. Разобьется шар в восемь году или нет? Крутили, вертели и в этом году получилась такая гирлянда. Я уже не знаю, какой день я снимаю влог, но у нас сегодня суббота. И мы с двумя мужчинами идем делать веночки. Юля. Это флорист в Кракове. В прошлом году мы также у нее были. Она делает разные букеты и все, что в принципе можно сделать из цветов. Здесь мне купили кое-какие вкусняшки. И первый раз за долгое время я вырядилась, как нормальный человек выгляжу. Все перекопано. И наконец-то мы дошли хоть до... Не знаю, что это, плитка или... Ну, это не асфальт точно. Но обувь немножко пострадала, конечно. Наконец-то мы на месте. Очень красиво. Юля подготовила для нас каркасы. То есть у нас будет уже попроще задача. Теперь вот есть разные пушистые веточки, благодаря которым мы будем делать венки более такими объемными, более богатыми. Так, Зар принес сразу все украшения. Скажи, пожалуйста, ты хотел бы вот такие шарики, чтобы были? Да. Может быть, вот такой, например, шарик? Как ты скажешь, Зар? Игнаш, ты принес все, что было у тети Юли по ходу тела? У ребенка веночек просто дорого-богато. И птицы тут, и все блестит, и орехи, и шишки. И шишка тоже? Я в шоке. Потому что, впрочем, красный сейчас и стренд. Все, у нас стрендовое Рождество. Теперь все нужно приклеить. Чем можно украсить веночки? Вот всякие такие шарики. Они из пенопласта и покрыты блестками. Или же вот есть птицы, разные такие ангелочки, сухоцветы всевозможные. Вот все, что придумаете, я обычно это снимаю с веночков и сохраняю на следующий год. Конечно же, всевозможные елочные игрушки, пластиковые или настоящие стеклянные, как у нас здесь. В ход может пойти и кора, и орехи. Я показывала вам, что их очень легко можно покрасить при помощи баллончика. И мох красиво смотрится. А, у нас весенний веночек был из мха. И что еще? Шишки. Все, все, все. Вот что значит мастер помогла закончить. Говорю, ну чего-то не хватает этому веночку. Юля сейчас пошуршу по сусекам, говорит, найду еще игрушки. Добавила Юля голубых шариков и чего тут только нет. И сухоцветы еще вот такие. Я их даже здесь не видела. Юля лучше знает, что у нее здесь мастерской. И вот этот получился просто фантастический. Сейчас еще побрызгаем снегом и вообще будет огонь. Вы помните, я как-то показывала вам, что мне нравятся такие веночки Юля. И такие делают натуральные. Просто знаете, как декор повесить, независимо от праздников, сезонное что-то. Так, вижу, что нам пора эвакуироваться, потому что мальчики уже не выдерживают на одном месте. Столько всего интересного. Можно целый день здесь провести. Уже выходим, а здесь оказывается такая витрина. Юля говорит, что все туристы делают фотографии с велосипедом. Действительно, такого я еще не видела. Теперь открываешь дверь или стоишь при входе, а здесь голубой веночек. Так, красный томок оставил на втором нашем доме. Там, где мы арендуем помещение, и голубой цвет на веночке перекликаются с огоньками на нашем буке. Это случайно, но все равно прикольно. У меня встретила огромная коробка фруктов, овощей. Здесь также есть домашние яйца. И для компота здесь, для узвара сухофрукты. Нужно все проверить, ничего ли я не забыла. И сейчас расскажу, откуда это. Это не какой-то новомодный сервис доставки. У нас здесь, недалеко от дома, есть продуктовый магазин. И рядом с ним каждый день буквально находится фургончик, из которого мужчина продает фрукты, овощи. Раз в неделю он приводит ветчину, домашние яйца. Своим постоянным клиентам перед праздниками он предложил такую услугу, что он доставит все из нашего списка прямо нам домой. Мы воспользовались очень удобно. И, конечно, это сэкономило кучу-кучу времени. Как видите, процесс пошел. Я запаковала первый подарочек. И я люблю упаковывать каждый немножко по-разному. У меня есть несколько видов бумаги. Я люблю крафтовую бумагу. И часто дополняю ее чем-то таким более нарядным. Я покупаю несколько видов шнурочков. Очень нравятся обычные вот такие. Покупала их в Икеа. Я думаю, что в этом году они также есть. Натуральный хлопок, всякие элементы. Кое-что я заказывала на Алиэкспресс. И успели поприходить. Вот это я сняла с прошлогоднего подарка. И вот эти бубенчики тоже классные. Сняла с подарка, который сегодня распаковала. И использую по второму разу. Вот этот шнурочек я также покупала на Алиэкспресс. Если у вас есть пистолет для клея, который подогревает его. И вы можете прикрепить шишки, пуговки. Все что угодно. Каштаны. Все что у вас есть под рукой. Если вы любите этим заниматься. А, и еще с перышками. Тоже в прошлом году упаковывала. А Тома тут рядом смотрит сериал. Обещала вам показать, что же мы дарим мальчишкам. Это подарок для Захара. А мы его купили в том месте, куда мальчики ходят на роботехнику. Это набор лего. Но не такого, как мы с вами привыкли. Из одного комплекта можно собрать 5 игрушек. Вот здесь они все нарисованы. Мало того, скачивается специальное приложение. Я надеюсь, что на компьютере оно тоже будет работать. Потому что айпэда у меня нет. И потом, вот так как они на занятия делают. Не хочу поворачивать упаковку. Потому что она бликует. И там будет отражаться лампа. Так вот, задаются движения. Например, сколько шагов должна сделать фигура. Будет ли она как-то там поворачивать. Возможно, есть повтор. Я даже вижу, что она может издавать какие-то звуки. Более чем уверена, что Захарчику очень понравится. Я пока что без понятия, как это запаковать. Игнашкин у нас очень большой фанат щенячьего патруля. И как-то ему высветилась реклама вот этой базы. В интернете какая-то картинка там появилась. Мы вместе смотрели. Он говорит, мама, я так хочу эту базу. Я говорю, ну будь хорошим мальчиком. Я тебе обещаю, обещаю. Ну, с выполнением обещаний есть некоторые вопросы. Но базу мы все-таки решили подарить. Она очень-очень большая. Где-то в половину моего роста. И у меня даже бумаги нет, чтобы это запаковать. Поэтому сейчас буду как-то упражняться и пытаться что-то придумать. У нас уже довольно поздно. Начало 12-го. Но пока Томак вышел в гараж, я хотела кое-что вам рассказать. Помимо того, что у нас будет проходить Рождество, также 29 декабря у нас будет еще один праздник. У Томак день рождения. Я долго думала, что ему подарить. Я рассматривала все варианты. А потом спросила его. Говорю, давай вместе пойдем в сауну. Но так как в этом промежутке между Новым годом и Рождеством есть очень большой наплыв и людей, которые приезжают к своим родственникам или просто туристов, которые приезжают посетить Краков. И очень часто все классные места заняты. Я бы хотела, например, снять какой-то отель со спа, попросить дедушку, чтобы он посидел с мальчиками и провести вот такой расслабляющий день или вечер вместе. Но потом я спросила у Томака, возможно, он хочет куда-то билеты, чтобы мы куда-то поехали. И это тоже в планах, но это все настолько меняется. Может, мы просто куда-то поедем отдыхать всей семьей. И еще я обязательно закажу ресторан с его любимыми стейками. Не уверена, пойдем сами или с мальчиками, потому что нам не особо есть с кем оставить мальчишек. У нас когда-то очень давно была женщина. Она даже не няня, это очень хорошая знакомая. Я учила ее детей. И она как-то мне помогала с Игнатом. Когда были кризисные ситуации, она приезжала. Сейчас у нее у самой двое маленьких внуча. И она там занята по полной программе. В такое время у меня в голове набор слов, которые не особо вяжутся между собой. Но если я сейчас вам не расскажу, то потом я уже точно забуду. Завтра приезжает мама. До этого мне кучу всего нужно сделать. И потом вот эта подготовка именно к самому празднованию уже, готовка вылетит из головы. Возможно, вам будет интересно меня послушать. И что в конечном итоге я сделаю? Закажу ресторан. Также заказала торт мужской. Алина Мастер, которая делает маникюр, она также создает очень крутые торты. И я попросила ее сделать такой мужской торт, чтобы он снаружи был белым, с шоколадом, с бутылочкой виски. Вставлю вам картинку. Возможно, вам также как-то пригодится моя идея. Вот, и внутри, чтобы он был шоколадным, с вишнями. Мне кажется, должно получиться прикольно. С фейерверками, чтобы мы с мальчиками так вот поздравили Томака. Что-то еще. Пойдем в ресторан со стейками. И в спа мы поедем уже после Нового года, когда вот этот наплыв людей уйдет, и все места освободятся. Можно было бы заказать заранее, но как-то и спокойнее будет. И без вот этого напряга, без вот этой гонки. Да, после новогодних праздников все как-то, знаете, выдохнут. И, наверное, даже услуги иногда могут быть лучше, когда меньше людей. Мне почему-то так кажется. Я продолжаю упаковывать подарочки. Завтра мне нужно еще приготовить тарту с брокколи, чтобы маме было что-то покушать с моей тетей. Они прилетают в 12 часов ночи. Пока я их привезу, пока туда-сюда. Это в час ражем спать. И в понедельник мне утром нужно отвезти Захарчика на контроль, чтобы посмотреть, все ли у него нормально с бронхами. Ну, чтобы уже не переживать на праздники. Тем более, знаете, он принимал антибиотики. Обязательно нужно показать его доктору. Ну, и не хочется гостей оставлять голодными. Я просто не знаю, как я все успею, честно. Потому что и постели нужно подготовить. В общем, я могу долго с вами болтать, но мне сейчас нужно вернуться к запаковке подарков. И дальше еще умыться, уже отправляться ко сну, потому что завтра будет очень-очень долгий день. Если я решу поделить этот влог на две части, то на всякий случай пока увидимся с вами или позже, или в следующем влоге. Субтитры сделал DimaTorzok